Привет, друзья! С вами сегодня Гера, и у нас продолжение прохождения игры «Назад. Будущее». Третий эпизод, который называется «Гражданин Браун». Мы с вами вернулись в наш родной 85-й год, но в этом времени, в этой реальности всё как-то странно. Док у нас главный в городе, он устроил там что-то вроде маленькой такой диктатуры. Так, четверг, 15 мая 86-го года. Извините, 86-й, не 85-й. Так, и мы с вами в переулке, где мы встретили Дженнифер. Пойдёмте посмотрим, что у нас есть. И вообще, если честно, не помню, какая у нас там задача-то. Кажется, нам нужно было нарушать закон, для этого нам нужно, кажется, найти Эйнштейна. Сейчас посмотрим. Так, ну-ка, нарушайте правила, попробуйте познакомиться с бродячим псом. Так и есть. Так, у нас сюда ушла Дженнифер, пойдёмте постучим в окошко, может быть, нам кто-нибудь да и ответит. Ах ты беденок. Я всё видел, блин. Да, тебя не спросили. Это важное, Макфлай. Конечно. Лич, это была Дженнифер? Ну, конечно. А, это не твоё дело. И Б, раз она больше не твоя девушка, то да, это она. Так, теперь эта реальность меня действительно бесит. Давно порой, если честно. Так, ты и Дженнифер, упырь. Ты и Дженнифер? Серьёзно? О, бедный маленький ботаник ревнует. Ну да, а также испытывает отвращение. Наверное, это из-за супа. Да уж, конечно. Веди себя прилично с Дженнифер. Ладно, пошёл он. Эээ, почему ты чихаешь? Ты что, простыл? Эээ, это аллергия. Готов поклясться, что где-то неподалёку прячется собака. Ну, конечно. Собака? Я бы ещё потёр её. Ага. Глупая, все мы пытаются стащить бесплатные образцы. Так. Бесплатные образцы? Где бесплатные образцы? Вот. Я держу их под прилавком. Что это за фигня? О, боже. Если тебя вырубят, будешь убирать сам за собой, слабак. Я не могу это доесть. Это не моя проблема. Да. И что это такое вообще? Что это за дрянь? Это что такое? Сосиски из печени с горохом и соевым сыром. Жесть какая. Фу. Я тоже от них не в восторге, мистер Дик. Почему они за прилавком? А почему бесплатные пробники находят... Я не могу оставить их снаружи, чувак. По городу бегает собака, ворует образцы и постоянно прокидывает тарелку на землю. Собака? Постой. Надеюсь, эти пробники не из мусорки сюда пожаловали. Господи, Матфлай расслабься. Не свежие. В основном. Да. Так, ладно. Беслатные образцы. Ты уверен, что где-то бродит собака? Ну, это понятно. Что в меню? Что сегодня в меню? Суп. Суп и все? И не только. Понятно. Что значит прочее? Что подразумевается по словами и не только? У нас есть просто хлеб. Его делают из твердого пшеничного протеина. Тьфу, нет, спасибо. Да ладно тебе. В сравнении с тем, что ты ел, это еще не так плохо. Что еще из прочего? Что еще попадает в категорию и не только? Еще есть хумбургер. Готовится из прессованного, обжаренного хумуса. Это что за дрянь? А настоящее мясо у вас бывает? Да откуда? В каком смысле настоящее? Что-нибудь съедобное есть у вас? Я уже боюсь спрашивать. Есть у вас другая еда, кроме супа? Что-нибудь съедобное? Ну, у нас есть эти сосиски из печени с горохом и соевым сыром. Это новое блюдо, поэтому мы угощаем им бесплатно. Короче, попробую? Какой суп? И что у тебя за суп? Тосканский овощной суп? Да, это он. Некоторые вещи никогда не меняет. Ладно. Веди себе приличность, Дженнифер. Тебе лучше относиться к Дженнифер с уважением лечь. Это все, что ты можешь сказать? Я отношусь к Дженнифер с огромным уважением. Я уважаю ее глаза, бедра и то, как она покачивает ими, когда... Эй! И этот придурок позволил ей уйти. Вот этого неудачника я совсем не уважаю. Так, ты уверен, что где-то рядом бродит собака? Ты уверен, что по городу разгуливает собака? Послушай, умник. У меня аллергия только на две вещи. Собака диска. Лично я не слышу тут чики-бау-ау. А ты? Нет. Значит, это собака. Ладно, все с тобой понятно. Пока! Увидимся. Так, бери образец. Внимание! Даже в чокнутом Хиллвелле не должно так пахнуть. Бери, говорю. Че ты там сопротивляешься? Чтобы во что-то завернуть надо. Газета 86, газета 31. Блин. Ладно. Фу, ну и вонь. И кто-нибудь это ест? Так, ладно, давай, может, отойдем? Может, нам нужно как-то... Ага. Вот она. Эй! Вот этот вонючий! Эш! Это... Держи его, бахлай! Ажи! Давай, давай, хрэ там размусоливать. Беги за псом. Ага. Ага. Ну-ка, хватай. Да давай. Дольше будешь размышлять тут. И... Ну-ка, ломонись туда. Ну, это с самого начала. Понятно, что туда можно пролезть. Он прячется где-то здесь. Где-то здесь. Где тут можно прятаться? В холодильнике? Подожди, песик. Где бы ты ни был. Вот он. Я его не вижу. Ёлы-палы, убежал. Только не говорится, что нам нужно его... Поймать. Мой баллончик. Ой. Придурок. Так, что-то мы делаем не так. Собака опять убежала обратно. Ну, возвращайся. Так, нам тут, видимо, какая-то последовательность действий должна быть. Ну-ка, пери эту фиговину. Так, пес у нас выбежал откуда-то не из-за холодильника. Давай вообще посмотрим, куда можно спрятаться. Стол, холодильник и поддон. По-моему, он из-за поддона выбежал. Ты там, Энни? Или как тут тебя зовут? Да как так? Я его не вижу. Ммм... Слушайте, а может, что-то применить нужно? Ну-ка, а если мы ей сыграем? Можешь проверить. Ты украл гитару у старшего брата? И хочешь меня этим удивить? Она не моего брата, а моя. Да, конечно. И ты бы даже сыграл для меня, но усилителя нет. А, да, точно. Как трогательно. Может, она тогда отключется? Да, она отключается. Нифига, она не отключается. Мой баллончик. И все еще с вами без краски. Придурок. Так, ладно. Что делать-то? Ну ладно, я понял. Собака вернулась. Слушайте, обязательно будут каждый раз меня возвращать сюда? Нет? Да елки-палки, беги. Где же он прячется? Я так понял, угадывать бессмысленно, потому что даже если мы сейчас сюда заглянем, да, его тут не будет, он выбежит откуда-нибудь еще. Я его не вижу. И какой-то тут какой-то пазл все-таки есть. Я пока не очень понимаю, какой. Ладно, сейчас будем разбираться. Может быть, надо что-нибудь применить там? Я даже не знаю. Краской, может быть, его покрасить нужно. Так, ну давайте, я не знаю. Давайте попробуем поприменять. Ну, не даром нам краску, наверное, дают здесь, да? Что-то с ней нужно сделать. Ну-ка. Может, мы можем на нее и применить? Вот, возьми свой баллончик. Да ты офигел. Не подходи к моему ящику. Блин, зачем я тебе давал краску, чтобы ты ее отдал? Я тебе не для этого ее дал. Так, хорошо, что тут еще есть? Доска. Может быть, доска покрасить? Точняк. То есть, теперь мы будем знать, где собака? А, вот почему он не забирался по доске. Я думаю, что он по доске не зайдет? То есть, теперь мы можем... Давай, Эйнштейн, я твой друг. В другой реальности. Я понял. Хорошо. Теперь собака, очевидно, забегает. И мы что? Теперь будем знать, за каким именно... Вернее, за какой кучей хлама она спряталась? Да что ж такое. Все, хорошо. Но они каждый раз возвращают его в это место. Ага. Все, наследил. Давай. Отлично. Слушайте, ну это, по-моему, как-то тупо. Нет? Ну ладно. Вот я тебя и перехитрил, да? Слушай, он злой. А, перестань, Эйнштейн? Здесь тебя тоже так зовут? Не похоже. Ну ладно. Дай ему эту шпикачку. Хорошо, что ты ее взял. Послушай, Энни, я тебе кое-что принес. Молодец, мальчик. А теперь успокойся. Видишь? Не такой уж я и плохой. Правда? Кажется, у меня получилось. Если бы все было так просто. Да ладно тебе. Успокойся. Все будет нормально. Да? Что там такое? О, нет, у него собака. Эйнштейн, стой. Нет. А что, нет, ты ж хотел правил нарушать. Вот тебе, по-моему. Бешеная собака на помощь. Назад, лежать, сидеть, умри. Офицер Паркер, немедленно усмирите эту тварь. Эйнштейн, сидеть. Эйнштейн? Ох, если он меня укусит, у вас будет куча неприятностей гражданина. Да ладно, прямо она вспомнила. Подождите, я знаю эту тварь. Офицер Паркер, эта собака постоянно убегает из клетки. Мне казалось, на ней был намордник. Я снял намордник. Что ты сделал? Да, теперь это моя собака. Гражданин, вы нарушили указ 357-к. Паркер, немедленно штрафуйте этого хулигана. А я отведу это животное в клетку. Да, мам. Мерзкие, грязные животные. Не волнуйся, Энни. Когда я с этим разберусь, ты снова сможешь умчаться с домом. Не нарывайся на неприятности, если не хочешь познакомиться с гражданином Брауном. Нарушайте правила, обнимайтесь, Дженнифер, так, чтобы все видели. Может, мы можем с мамой поговорить? Мама? Ладно, ни о чем мы с ней не можем поговорить. Пойдем, не знаю, попробуем с Дженнифер пообниматься. Пожалуйста, сообщите все, что вам известно о столкновении запрещенного спортивного автомобиля. С информацией... Так, чтобы все видели. Я даже не знаю. Ну, попробуй у нее амуницию стащить. Да, понятное дело, что заперто. Так. Можешь проверить. Ты украл гитару. Да, 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 это мы все видели. У тебя нет усилителя, да? Довольно паршиво. Это вход в супницу. Лечь там. И лучше вы ему выйдете самому. Слушайте, усилитель. А если... А, мы не можем забраться наверх. Я думаю, может быть, динамик мы можем использовать. Они замуровали вход в подпольный бар. Слушайте, а вон там, видите, кирпич? Просто еще один кирпич в стене. Да нет, не просто кирпич. Он какой-то... Странный кирпич. Может быть, мы можем подключиться к городским усилителям? Я даже не знаю. Где тут они? Где мы тюкальники? Откуда они все разговаривают? Так, это камера. Это тоже. Интерком. Интересно. Может быть, правда? Нам где-то усилитель нужно достать. Я даже не знаю. Давайте попробуем совет посмотреть. Вы не можете просто спеть Дженнифер Сиренадо. У нее уже есть парень, играющий на гитаре. Дженнифер должна увидеть, что вы лучше, чем Лич. Продолжайте задирать ее, и она устроит вам испытание. Дженнифер, та девушка, на которую вы хотите произвести впечатление. Скажите ей, что она вызвала своего парня на бой. На бой. Я понял. Что-то я не подумал с ним поговорить, кстати. Может быть, там какие-нибудь дополнительные диалоги появятся? Ну-ка. Ну что опять стрясло? Ты и парень, и суп-про. Ты Лич, Дженнифер? Эй, не наезжай на Лича. Он умеет не только суп разливать. И что же еще? Например, он круче всех играет на гитаре. Гитара? Я играю на гитаре. Значит, ты нашла себе нового гитариста. Что тут скажешь? Меня привлекают зажигательные мелодии. Да, я помню. Ладно тебе, Дженнифер. Я же лучший гитарист в городе. Я говорю об электрогитаре Мартин. Соло на балалайке не прокатит. Я могу переиграть Лича когда угодно. Я могу переиграть твоего дружка-неудачника в любое время. Ты так жаждешь сделать первый шаг к цели? Ты сказала первый или четвертый? Я бы сказала второй с половиной. Но сначала тебе придется доказать, что ты играешь лучше, чем Лич. Готов к поединку? Всегда готов. У тебя есть гитара? Я без нее из дома не выхожу. Подожди. Тебя я рад видеть в любое время. Подожди, у нас гости. Что у нас с причесоном? А этот слабак что здесь делает? Он сказал, что сможет обыграть тебя. Я ответила, что в Хиллвелле никого нет круче тебя. Рок-дуэль? Не бей его слишком сильно. Просто преподай урок. Хм, ладно. Взмах, сдаться. Блин, что за фигня? Подойти к Дженнифер. А, я-то думал, будет оцениваться мастерство игры. А тут вон и что. Мастерство выпендрежа. Так. Подняться на платформу. Так, хорошо. Прыжок. Ага, кажется я понимаю, что нужно сделать. Или нет? Так, ладно. Взмах. Нам надо подойти к усилителю и сбить ему вот эту доску. В общем, я понял. Чтобы он не смог подняться никуда. Так. Прыжок в ножницы. Сдаться. Перейти к усилителю. Не-не-не, не к этому усилителю. Перейти влево. Ну-ка, еще левее. Ты можешь перейти? Подняться на платформу. Мах. Сдаться. Да ну нафиг сдаться. Подняться. Ну-ка, что за прыжок ножницы? Ага. Кажется, то что нужно, да? Так. Взмах. Че, правда? Ты перерезал мой шнур, скотина. Его давно надо было перерезать, Макфлай. Победитель и бессменный чемпион Хилл Велли. Получай свой приз, чемпион. Слушайте, че-то не так я сделал. Ну, пора я за работу. До встречи, неудачник. Не могу поверить, что это сойдет ему с рук. Он наружил правила. В рок-н-ролле нет правил, Мартин. Вот почему такие, как ты, не должны участвовать в поединках. Угу. Что, правда? Ну-ка, давай еще раз. Да, да, я могу переиграть Лича. Ты иди, он просто... Да ладно. Хочешь проверить? Возможно. Эй, ладно, попробуем еще раз разобраться с тобой, Макфлай. Разве ты не должен сейчас сидеть? Я так и сидел, пока мое место не заняла твоя мама. Что ты сказал про мою бабочку? Смотри, только чтобы без шрамов, детка. Я понял. Ладно, надо как-то продумать нашу стратегию все-таки в этот раз. Ой, это я что-то не туда нажал. Так, да, это я не туда нажал. Перейти влево, взмах, сдаться, перейти к Дженнифер. Фиг с ним. Давайте попробуем. Подняться на... Блин, я не то хотел нажрать. Не на платформу. Надо было его влево сдвинуть. Чтобы он, может быть, что-то с этой доской сделал. Да что такое? Почему я не туда нажимаю? А может быть, нам нужно просто сделать так, чтобы он свалился вон в тот мусорный бак? Например, прыжок. А, я кажется, понял. Нам надо было, может быть, до этого всего мероприятия что-нибудь с этим сделать. Ну-ка, давай сдадимся. Эй, на драку нарываешься? Мы только что выяснили отношения, и я победил. Опять. Сейчас посмотрим. Да, у меня есть просто идея. Да, неплохо получилось. Да, да, увидимся позже. Любовь, это война. Никто не сомневался. А, нет, смотри-ка. Нет, нет, двери я не могу. М-м-м, да, тут ничего не доступно. Дверь. Это вход в Супница. Лечь там. И лучше бы... Так, ладно, хорошо. Давайте смотреть, что тут можно сделать. Так, ладно, хорошо. Если мы не можем здесь ничего сделать, давайте еще один заход устроим, в конце концов. Да, давай, шустрее. Да, 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 мы это все знаем, пропускаем уже в конце концов. Опять? Что тут можно сказать? Я обожаю проигрывать. Наслаждайся победой. Победитель получает все. Никто не сомневался. Хорошо. Что можно сделать? Давайте попробуем комбинации разные. Прыжок, ножницы. О! А этого не было. Вот как его надо свалить, да? Теперь смотрите, у него банки упали. И я готов поспорить, доска не выдержит. Так, перейти к Дженнифер. Сейчас надо подняться на платформу и там заставить его попрыгать. Так, подняться на платформу. Давай, давай. Да что ты будешь делать? Тебе там надо оставаться на платформе. Поднимайся, говорю, на платформу. Поднимайся, говорю, на платформу. Я не понимаю, мне в этот раз просто не предлагают никакого варианта. Вот. Теперь прыжок. Да-да-да, ты отлично, да. Прямо то, что нужно. Мартин Макфлай. Это было... Это было просто обалденно. Что я могу сказать? Одним все, а другим ничего. Что я могу тебе сказать, чувак? Я даже не знаю, нужна она или от тебя вообще. Ты разбил мне гриф. Кажется, у меня появился новый кумир. Иди-ка сюда. Подожди, у меня есть идея получше. Как ты меня там назвала? Лопух? Неужели девушка не имеет права на ошибку? Ну, даже не знаю. Давай, привлеки ее, внимание. Хулиганство! Какая безнравственность! Офицер Паркер! Я только что видела, как эти молодые дегенераты нарушали указ номер... Дженнифер! Открытые рты и языки! Уж ты какой! Ты слишком далеко зашла, Дженнифер! Из-за чего столько крика? Это всего лишь гормоны! Замолчи! В нашем городе не произносят такие слова! С вами я еще разберусь, юная леди. Нам предстоит долгая беседа о программе Гражданин Плюс. Ну давай же! Офицер, выпишите Макфлайу квитанцию за нарушение указа 476-D. А я позабочусь о вашей бесплатной дочери. А это за то, что втянул мою дочь в неприятности с гражданкой Этной. Теперь держись подальше от неприятностей. Или на тебя обрушится гнев гражданина Браун. Макфлай! Хм, а что она задумала? Эй, Дженнифер, ты на меня еще сердишься? Сержусь? Нет. Перспектива попасть под раздачу Гражданин Плюс стоила того, чтобы посмотреть, как отца чуть не хватило ударов. Хорошо, потому что я собираюсь... Черт, Мартин, да что с тобой такое? Выпивка, собаки, поцелуи у всех на виду. Тебя сегодня не узнать. Стал крутым парнем? Я знаю, в это трудно поверить, но я совсем не изменился. Наоборот, что-то случилось со всеми остальными. И хватит называть меня Мартин. Зови меня Марти. Ну, Марти, что у нас дальше по плану? Ограбление банка? Может быть. Что здесь нужно сделать, чтобы нарваться на неприятности? По-моему, ты уже все сделал, нет? Ну, это скоро узнаешь. Гражданин! Беги, Джен! Не проблема! Вы Мартин Шеймус Макфлай? Да, от ордер на ваш арест. Арест? Вы набрали более 15 тысяч пунктов штрафов за последние сутки. Круто. Правда, юный мистер Макфлай? Вы считаете, что определение крутой подходит для слабохарактерного нарушителя? Я не слабохарактерный. У вас будут огромные неприятности. Неприятности? Но ничего. Мы о вас позаботимся. Так же, как вы позаботились о Бифе с помощью программы «Гражданин Плёс»? Нам пригодятся новые добровольцы для участия в программе. Давайте не будем спешить. Сначала посмотрим, что скажет гражданин Браун по поводу вашего вызывающего антисоциального поведения. Да, что он скажет? Давайте уже в конце концов с ним поговорим. Вы отведете меня к гражданину Брауну? Немедленно! Наконец-то. Офицеры, уведите его! Да, мы... Не прошло и полугода. Самое время? Я всегда знал, что нельзя доверять этому парню, каким бы тихонь и он ни прикидывался. Ну, я, конечно, подозреваю, что с доком будет всё тоже непросто. И просто так он не вспомнит. Но у меня есть гипотеза, что его эта Эдна заколевала по самой «не могу». И он там, бедный, не знает, куда от неё деться. Входите, гражданин. Да, может и нет. Мартин Макфлайн, 18 лет, проживает в секторе Эдлы. Отец Джордж, мать Лорайи. Президент отряда юных Браунов. Получает повышенную стипендию в колледже Стрихуэнс. Обладатель почётной грамоты за примерное поведение. Ни одного нарушения. До сегодняшнего утра. Возникает очевидный вопрос, мистер Макфлайн. Что с тобой случилось? Эм, ты как-то изменился. Что с тобой произошло? Господи, док, что случилось с тобой? Док, интересно. Ты называешь меня доктором, что ясно указывает на наличие у тебя психического расстройства. Точно. Это вселяет надежду Мартин. На самом деле я не доктор, но в моём распоряжении есть средства, которые помогут вернуть тебя к нормальному. Я предлагаю начать с нескольких вопросов, чтобы определить твоё состояние. Хорошо. Как скажешь. Давай закончим с этими глупостями, и я всё тебе расскажу. Если ты всё мне расскажешь, объясни. Хилл-Вэлли должен быть не таким. Ты должен быть не таким, я должен быть не в этой временной линии. Ну, давайте. Я понимаю, что тебе сложно в это поверить, док, но я не отсюда. Я из другой временной линии, где Хилл-Вэлли не сошёл с ума, и где нет этих идиотских правил, а мой отец не шпион. Мама не алкоголичка, а ты, мой лучший друг во всём пространственно-временном континууме. Такая старая развалина, как я, той лучший друг? Да! И док, ты нужен мне, чтобы вернуться обратно. Значит, ты считаешь, что эта встреча важнее для меня, чем для тебя? Да! В каком-то смысле, да. И ты нарушил все правила только для того, чтобы лично встретиться со мной? Да! Похоже на крика помощи! Да! Нет, подожди. Скажи мне, Марти, твоя мама снова начала пить? Ой-ой. Не там, откуда я родом. Не впутывай сюда маму. Ой-ой. Между прочим, да. Этот чертов город любого доведет до белой горячки. Это немножко не тот вариант, который я хотел, что ты ищешь для неё оправдания. Но здесь, в Хилл-Вэлли, мы требуем, чтобы граждане помогали своим близким соответствовать наивысшим стандартам, даже если речь идёт о собственных родителях. Я удивлён, что отец не посвятил тебе во все подробности. Он проявил себя как очень лояльный гражданин, открытый для сотрудничества. Ты имеешь в виду искажённый гражданин? Не впутывай сюда папу, это не тот отец, которого я знаю. Ты имеешь в виду искажённый гражданин? Ты хотел сказать «изменённый гражданин». Он же должен быть писателем-фантастом, а не пронырой. А ты должен был изобрести машину времени. Машина времени? Да. Док, послушай меня. Ты этого не помнишь, но ты построил машину времени. Из Делориана. Ну, потому что. Отличный ответ. Почему бы и нет, идиотский вопрос. Ну, я не знаю, ну потому что. Ну, наверное, просто так. К тому же, стальной корпус Делориана играл какую-то там роль. Замечательно. Да, замечательно. Это просто поразительно. Это невероятно, но ты ничего не понимаешь, потому что никогда её не изобретал. Ты не настоящий, Док Брау. И всё потому что? Всё пошло не так, когда я вернулся в 1931 год. Кажется, эта машина времени очень непрактичное и опасное изобретение. Ну, в каком-то смысле, да. Да, нет, ну да. Нет! То есть, да, я имел в виду, что она принесла много вреда, но сначала сделано много хорошего. Например, мои папа и мама. Только благодаря твоей машине времени они добились успехов и обрели счастье. Значит, они счастливы? Уже нет, потому что ты вызвал меня в прошлое, и там твоя временная линия нарушилась и повлияла на жизнь других людей. Понятно. Ничего тебе не понятно. Ну уже, неужели ты меня не помнишь? Мы познакомились, когда тебе было 18. Я Майкл Корлеоне. Невероятно. Этот случай намного серьезнее, чем я предполагаю. По-моему, это безнадежно. Мальчик пообразил себе альтернативную реальность. Это альтернативная реальность. Думаешь, я сумасшедшим? Если бы это было так просто. Поверь, мне бы очень хотелось, чтобы я все... Успокойся, Мартин, я ни в чем тебя не обвиняю. Это наша вина, а не твоя. Несомненно, в процессе твоей социальной адаптации были допущены серьезные ошибки. Послушай, ты не понимаешь... Нет, пока не понимаю, но очень хочу понять. Я хочу добраться до сути твоей проблемы. Продолжай. Эх, ах, эээм... Ну, я даже не знаю. Убедите гражданина Брауна помочь вам. Это что такое? Портрет. Так вот, как выглядел судья Браун. Я никогда его не видел. Неудивительно. Он умер до твоего рождения. Никто меня не поддерживал так, как он. Конечно, за исключением моей жены. Надо же. Когда я в последний раз видел тебя молодого, вы с отцом долго спорили о твоем решении стать изобретателем, а не адвокатом. Разве я не прав? Ага. Крайне детализированная навязчивая идея. Продолжай. Угу. Ладно. Это что такое? Фотография Эйнштейна. Хорошо. Взгляни на эту фотографию Эйнштейна. Собака? Содержание опасных животных запрещено законом. Да, да, я знаю. Но однажды ты уже приютил эту собаку много лет назад. Помнишь первое испытание твоего реактивного автомобиля? Эйнштейн приземлился на крышу здания суда. Я припоминаю что-то в этом роде, но это не может быть одна и та же собака. Здесь нет ничего удивительного. Эйнштейн также путешествует во времени, благодаря твоему... Я... Причудливая вымышленная реальность. Продолжай. Так, хорошо. Что еще? Что такое? Часы. Эти часы мне что-то напоминают. Что же они тебе напоминают? Мониторы? Кажется, все это я уже видел на мониторах моего отца. Весь город под наблюдением. Хорошо. Что у нас справа? Аквариум. Что в аквариуме? Это же твой аквариум. Да, это мой... А, там рыбки были, помните? Он смотрится гораздо лучше без бактерий. Что? Я одна только что его почистила. Да, но в тридцать первом году в нем было полно бактерий, с помощью которых мы изготовили ракетное топливо. Перестань сбивать меня с толку! Всю свою жизнь я посвятил практическому использованию технологий для создания более эффективного, организованного общества. Можешь спросить кого угодно. Это факт. Тебе виднее, да? Эммет? Я... я... нет. Видишь фотографию? Я храню ее, потому что она напоминает о событии, предопределившем всю мою жизнь. 25 августа 1931 года. В тот день я в одиночку задержал малыша Танена, грозухи Уэлли. Бери лупу. В одиночку? И не случайно в этот же день я познакомился с Адной Стрикланд, моей научной музой и любовью всей моей жизни. Взгляни, ты увидишь перед собой молодого человека, осознавшего свое предназначение. На втором плане. Я вижу кое-что другое. Что ты видишь? Ээээ... И... Блин. Он подвис. Нет? Фото 1931 года. Марти и Док. А это не... Точно! Что? Это я. И ты. Другой ты. Это действительно я. И ты. Но как? Майкл? Машина времени. Майкл? Это невозможно. Нет. Это наука. Твоя наука, док. В этом... В другом мире, из которого ты прибыл... Я... Я... Счастлив. А тут, похоже, не очень. У тебя два замечательных сына. Сыновья? Да. И прекрасная жена. Не одна? Совсем нет. Это твое изобретение. Черт, док. Да ты можешь отправиться куда угодно. Абсолютно в любое время. Да ты счастливейший человек во вселенной. А что с Хиллвелли? Хиллвелли? Конечно, у города есть свои недостатки. Кое-где обветшалый, кое-где криминальный. Обычный город. Но люди здесь счастливы, в основном. А если они и несчастливы, то не настолько, как в твоем... Замолчи! В моем Хиллвелли нет несчастных людей. Подожди. Ты ведь не веришь. Мои граждане живут в мире и спокойствии. Никаких жалоб, никаких забот. Только потому, что они боятся. Черт, открой глаза. Вы с Эдной запугали весь город. Для тебя она миссис Браун, сынок. Да. Будь добр обращаться ко мне в ваша честь. Похоже, не получилось убедить. Мы с женой трудились более пяти тысячи. Ну ладно, мы посеяли сомнения. Каждую свободную минуту заботились о том, чтобы избавить Хиллвелли от пороков и преступлений. И ты смеешь утверждать, что наши граждане несчастны? Да. Да, так и есть. Я сам видел. Они просто боятся об этом говорить. Боятся? Боятся чего? Они боятся последствий, док. Ты превратил город в полицейское государство. Вздох. Я могу это доказать. Интересно как. Ладно, мальчик-путешественник. Это твой выбор. И пока ты будешь себя так вести, я буду относиться к твоему невероятному рассказу, как к вымыслу сумасшедшего. Да ты ж поверил мне уже. Не смеешь, что лучший выход просто не мешает развитию твоей болезни. Похоже, на этом все. Значит, беседа окончена? Я могу уйти? Да, пожалуйста. У меня много дел. Я должен управлять городом. Хорошо. Но я еще вернусь. С доказательством. Теперь нам нужны доказательства того, что люди боятся. Мы можем стащить кассету у отца. Помните, у него была запись того, что там люди с ума сходят в этом городе? Да-да-да, точно. Ну, как я и говорил, сюда мы и приехали. Доку нужны доказательства, что Хилл-Вэлли далек от совершенства. Он их получит. Папа! А что с папой? Вытащи кассету, сынок. По-моему, она берем... Стой, стой. Не спеши. Садись. Горьце, я на минуту потерял сознание и упал. Ты не упал. Тебя кто-то ударил. Ударили меня? Это невозможно. Мы так гордимся тем, что физическое насилие в Хилл-Вэлли сведено практически... Кто это сделал? Ты можешь... Этого не может быть. Здесь должны были остаться улики. Найдите секретную кассету Джорджа. Бита. Собирай биту. Папа, это же не наша бита? Нет. Нет. У Макклайв никогда не было алюминиевых бит. Любопытно. Не трогай. Это доказательство. Доказательство чего? Чего? Того, что ты оттюкнули по голове. Ох, кому понадобилось бить по голове примерного гражданина из сектора Эу. Ты можешь что-нибудь вспомнить? Я сидел и переписывал. Еще один разоблачительный эпизод на свою... Мои кассеты. Мои кассеты! Что с ними случилось? Успокойся, папа. Они на полу? Ты нашел их? Они в коробке с надписью необработанной записи. Похоже, в шкафу вон там. Так, что в шкафу? Ничего. Ореховые какие-то печенья, магнитофон, дискеты. Здравствуйте, программки. Леброк 2.0. Анатомические структуры для различных отраслей науки. С КХТ. Так, а что у нас здесь? Может быть в корзине? Так, что нам нужно найти? Найти секретную кассету Джорджа. Секретную кассету. Куда можно деть кассету? Джордж? А это что? Коробка для кассет. Вот она, необработанные записи. Слава богу. Минуточку. Вот видишь, не нужно делать преждевременные выводы. К чему все эти разговоры о ворах и нападениях, когда это всего лишь... Пусто. Что? Кассета пропала. Но я уверен, что они были здесь до... Перед тем, как кто-то стогнул тебя по голове и забрал ее. Черт возьми, меня ограбили. Ограбили в Хилл-Велли. Это им с рук не сойдет. Не волнуйся, папа. Мы узнаем, кто это сделал. Кто? Кто мог так поступить со мной? Есть версия. Эдна. Кто не заинтересован в том, чтобы док узнал правду о Хилл-Велли? Эдна. Ты хочешь сказать, что меня ограбила пожилая жена мэра? Эм... Не совсем. Нет. О, это все бесполезно. Кассета пропала. Остается только надеяться, что у меня не будет из-за нее неприятностей. Давай, папа, мы не должны сдаваться. Давай расспросим людей. Пойдем в полицию. Надо найти больше информации. Я хочу сказать, что, возможно, здесь еще остались улики. Какой в них толк? Даже если мы узнаем, кто забрал кассету, то не сможем ее вернуть, не привлекая к себе внимания. Ну, можем же мы хоть что-нибудь сделать, чтобы вернуть кассету? Вообще-то, мы можем записать новый материал. Правда? Конечно. На это уйдет какое-то время. Но если ты поможешь своему старику, то нам потребуется, скажем, не более шести месяцев. Да, отлично. Шесть месяцев? Но кассета нужна мне сейчас. Тебе нужна кассета? Эм... Я имел в виду... Я не хочу, чтобы ты потерял свою работу. Я беспокоюсь о твоей безопасности. Правосудие должно восторжествовать. Я должен отдать их гражданину Брауну. Отдадим должное гражданину Брауну. Я обещал принести ему доказательства того, что люди в Хилл-Вэлле не настолько счастливы, как ему кажется. Я был у него, перед тем, как прийти сюда. Ты встречался с гражданином Брауном? Это было не так и просто, поверь мне. Пришлось нарушить все законы. Ты нарушал закон? Выгуливал бородячих собак. Прилюдно целовался с девушками. Попался с... Это самая невероятная история, которую я когда-либо слышал. Да, это фантастика. Ты забываешь. Я твой отец. Я все про тебя знаю. Видишь ли, я изменился. Докажи. Блин. Как тебе доказать? Штраф. Давайте мы покажем штраф. Прочти и проследить. Штрафы. Это был единственный способ. Я не понимаю. Папа, выслушай меня. Я серьезно. Мы оба знаем, что здесь все идет не так. Возможно, у гражданина Брауна были самые лучшие намерения, но в его Хилвелле все глубоко несчастны. Штрафы. Ты ему это сказал? В принципе, да. Вот и конец нашим привилегиям. Нет, подожди. Он меня выслушает, папа. И все исправит для тебя, и мамы, и для всех нас. Я не могу объяснить как, ты просто должен мне поверить. Хорошо. Но сперва я должен показать ему кассету. И доказать свою правоту. О, нет, 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 нет. Папа. Этот твой план. Возможно, ты знаешь, что делаешь, трудно сказать. Но не впутывай меня в это дело. Папа, я не люблю неприятности. Я их не переношу. Это просто не мое. Но... Сделай ради это своей семьи. Сделай это ради гражданина Брауна. Сделай это ради Артура. Хм. Сделай ради Артура? Сделай это ради своего отца. Моего отца? Да, Артура Макфлая. Я знаю, как его зовут. Разве не он в свое время помог покончить с малышом Танненом? Да. Да, он. Откуда ты об этом знаешь? Это было задолго до того, как гражданин Браун очистил город. Еще до моего рождения. Все боялись малыша Таннена и его подручных. Но отец дал ему отпор. У него были доказательства вины малыша. И он, рискуя своей жизнью, передал их властям. Не бойся совершать правильные поступки. Так он всегда говорил. Что ты делаешь? Пытаешь вспомнить, куда поступает сигнал. Сигнал от чего? От камеры слежения. То есть, что во дворе. Постой, постой. У тебя есть камера слежения, которая следит за тобой? Конечно. Так мы можем на запись посмотреть. Теперь помоги мне найти нужный монитор. Так, я понял. Ладно, хорошо, друзья. Давайте на этом заканчивать. И будем продолжать уже в следующий раз. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. И пока.